Я рад снова вас приветствовать всех тех кто зашел на канал Blender 2.8 давайте продолжать изучать так сказать собирать в кучу информацию которая разбросана по интернету закрываем баннер на клавиатуре удаляем куб заходим в файл заходим в импорт и выберем какую-нибудь модельку в этот раз я решил выбрать вампира или зомби наверно зомби все-таки модель сделана с культы с альфа 6 выглядит вот таким образом я и уменьшил полигонаж короче словом вот чуть-чуть вид похуже стал но зато здесь все крутится вертится так чуть-чуть его приподнять вот таким вот образом вот так зажатый шифт зажатая колесико двигает по полю колесико приближает и хотелось бы разобрать именно 25 видео которых я вкинул так сказать в это вот хочу вкинуть в это одно видео профессионалы подключайтесь правильно я все понял неправильно настолько информация раскидана и неполная что вот где-то ухватил где-то дополнил то что понял сейчас вам объясню есть такая функция так выделяем щелчок левой кнопкой мыши на модель открываем рисование по вершинам vertex paint и попробуем тут что нибудь порисовать правой кнопкой нажимаем на vertex paint и включаем отображать настройки инструмента здесь вот квадратик выбираем цвет поставим коричневый и немножко сделаем он потемней также вот эта вся функция верхняя она присутствует в тулах вот здесь где кисти и вот здесь вот выбран сейчас коричневый цвет здесь можно ставить размер кисти силу нажатия и также использовать клавишу английская это вот размер кисти и и shift f сила нажатия вот так ну погнали красить вот таким образом можно покрасить кстати комбинация которую говорят в роликах shift a она здесь не работает она в принципе должна закрашивать модель если вот чуть-чуть покрасили и нажимаете shift a она должна модель всю закрасить вот в этот цвет пробовал не работает будем по старинке красить вот таким вот образом еще раз хочу сказать что канал это не уроки это просто большие конспекты если кому-то конспект подошел именно та информация которую я нашел в интернете буду очень рад что время потрачено не зря так все вот это мы подкрасили давайте теперь перейдем опять нажмем на этот цвет и не будем его менять он нам еще возможно пригодится и сделаем его просто потемнее вот так и уже здесь покрасим вот именно у зомби или как мутант у него вот именно должны быть темные тона он то в грязи валяется то кровью обливается ну словом тут еще паразит так красочные тона ему не подойдут будем вот в таком духе все красить серенькая грязненькая так вот таким вот образом вот самые плохие моменты то если надо вот сюда вот залезть здесь вот нету маскирования по моему если есть подскажите забрав все это дело есть нажимаем F уменьшаем кисть поменьше ну и теперь попробуем туда все таки подлезть где-то вот таким духом где-то залезть по любому зацепишь какую-то деталь шеи ну это не столь принципиально для понимания что это такое вот увидите что где-то если вы не прошли почему нужно цвет выбирать более-менее подходящий потом по тону вы теперь можете если вы приметили где вы стояли чуть-чуть прибавить и уже здесь чуть-чуть вот так подрисовать если будет где-то темнее это не беда это можно превратить в тень вот так вот здесь вот где грудь сделать потом потемнее и можно вот взять включить размытие включить F побольше поставить перо шип зажать зажать колесико и немножко здесь все вот так вот размыть вот таким вот образом вот так уже симпатюшно так ну в принципе вот такой вот получился гражданин конечно ему еще можно давайте тогда уже сразу зубы покрасим на кисть переключимся выберем теперь белый цвет и поднимем его повыше сделаем F кисть поменьше и покрасим вот так вот зубы вы видите вблизи я модель уменьшил до 35 тысяч полигонов в ZBrush и забросил сюда чтобы лучше красилось полегче все это дело происходило и вот так немножко глаза все это потом можно прибавить именно в модификаторах я так понял и все это дело еще станет красочней более менее хорошо так ну вот раскрасили мы Vertex Paint именно вот эту модель что нужно сделать как вот теперь ее чтобы вот если вы сейчас перейдете нажмете Tab вы перейдете в режим редактирования и следом в объектный режим вот вы видите что вся наша работа в принципе пропала давайте это дело восстанавливать заходим опять же в режим рисования по Vertex поднимем здесь вот так вот боковую панель и переключим ее на ноды редактор шейдеров чуть-чуть еще можно приподнять колесиком подкрутить шифт зажать зажать колесико перетащить и вот такой вопрос да как это все дело чтоб в общем вот это все было видно ну теперь давайте добавить ноды нажмем ввод и нажмем цвета вершин нажмем кол и вот здесь это все дело поставим теперь приблизим и вот это все соединим основной цвет сделаем теперь переключимся на вот этот тип затенения по view порту ну подождем немножко не без этого вот так все получилось тут можно еще поработать с светом с камерой ну нам нужно чтобы вот это сейчас вопш не пропало объектный режим нажимаем и вуаля цвет так вот и остался здесь теперь можно перейти на свет нажать G английскую и вот так все это дело здесь установить если это дело все высоко нажимаете опять G и первый тон можно вот так вот вниз опустить также можно еще добавить пару камер это вот можно сделать добавить и вот найти свет точечный источник солнце прожектор источник источник область вот ага и теперь можно нажать shift D и перетянуть один свет сюда нажать shift D перетянуть один свет вот здесь поставить вот так все это дело вот посмотреть и переключится уже тип затенения по виппорт вот эту третья сфера здесь вот вы видите что уже со светом можно играть вот так все это дело переносить G нажимать и поднимать все это уже свет тут видно Вот вы видите, что чем дальше вы его отводите, вот он, верхний, боковой и так далее. Вот такие уже прикольные штуки. Также свет можно настроить вот в этой вкладке, контакт данной объекта, лампочка. И вот здесь можно поставить каждую вот этой вот свету, именно вот солнце, прожектор, источник поверхности, область. Также здесь есть 100 ватт стоит свет, можно выбрать оттенок света, красный поставить, допустим, или синий разноцветный. Можно поставить коричневый вот под цвет нашего персонажа. Ну и опять же настройки, включить вот тень и здесь уже вы можете побаловаться настройками, прибавить, уменьшить. Вот такая здесь прикольная штука. Также можно прибавлять радиус освещения, вы видите, что вот как он будет светить. Также это дело всё можно перекручивать, используя R английскую. Вот вы можете свет крутить, источник. Так, вот эту панель пока уберу. Пришлось всё-таки к свету перейти, да? Ну и теперь что можно сделать? Давайте добавим куб, раз пошла такая штука. Добавим куб. Уменьшим колёсиком модель. Нажмём английскую S. И вот так увеличим куб. Следом зайдём в этот куб. Вовнутрь. И вот здесь вы видите, что можно сделать мини-студию. Здесь можно уже подгонять источники света, играться. Есть книги для художников по оттенкам, по вот этим боковой свет, задний свет, нижний свет. И вот вы можете использовать, взять книгу для художников и вот немножко всё это дело покрутить. Так, куб можно даже ещё сделать побольше S по площади. И опять же в него зайти. Вот здесь теперь вообще всё чётко. Можно отрегулировать. Вот таким делом G нажимаете. Вот так можно подставить. Вот этот источник света можно перенести сюда. Можно сделать два передних света. Один боковой левый, один боковой правый. И это всё будет дальше. А это поставить чуть-чуть повыше, допустим. Вот вы видите, как он уже выглядит при разных направлениях света. Уже более-менее прикольный гражданин. Ну и также можно отрегулировать камеру по прошлым роликам. Смотрите, можно её немножко использовать G, клавишу перенести вот сюда. Ну и теперь можно использовать R. Вот таким вот образом. Допустим, вот опять можно R подкрутить и нажать S и прибавить её в размере, если нам это нужно. Теперь всё это можно G нажать, увести и нажать на нампаде 0. Здесь в боковой панели можно нажать вид и нажать, привязать камеру к виду. Вот теперь мы можем подкорректировать гражданина. Ну а то, что я показывал в прошлом ролике, вы уже там посмотрите, чтобы здесь уже не занимать время. И вот здесь можно уже красиво всё это сделать. Опять же 0 нажимаете, выходите. Сюда же можно добавить, так, добавить Mesh, добавить, допустим, плоскость. Сделать плоскость S побольше, вот так. Перейти в режим редактирования, снять выделение, переключиться на ребра, выделить вот это ребро. И использовать транспоз, допустим, чтобы... Так, пардоньте. Используем тогда E. И вот так всё это дело поднимаем. Немножко можно подкорректировать. И уже сделать вот такую вот штуку для перепада именно света. Её можно здесь округлить. Нажав на ребро. Выделив ребро, теперь можно нажать Ctrl-B. И вот так всё это дело. Так, выделяем, жмём Ctrl-B. И вот так всё это дело немножко округлить. Используя колёсико, опять же, и тянем, прибавляя вот эти вот именно лупы и изгибы. Снимаем щелчок, снимаем выделение. Можно тут добавить ещё какие-нибудь лупы. Вот так, Loop Cut. Можно вот здесь вот добавить. Зажимаете на ребре и поднимаете кверху. Также выбираете вот эту площадь и вот так здесь усиливаете. Вот так вот. Вот теперь, перейдя в объектный режим, вы видите, какая для отражения именно получилась поверхность. Здесь также можно вставить какую-то текстуру, какую-нибудь картинку, вот именно вот на эту площадь. И у вас получится неплохой такой вид. Если вот взять, допустим, сбросить выделение, опять же, прийти в режим редактирования, нажать вот на это ребро. Так, пардоньте, объектный режим переключимся на саму редактор. И вот теперь выделив, Shift-Alt, и теперь E, опять же, или просто транспозом можно это всё дело дальше вот так вывести. И здесь тоже так же сбросить, нажать Shift-Alt, и опять же, всё это дело расширить. Вот такая вот у вас площадь для работы именно с объектом. Опять же, объектный режим, опять же, переносим всё это дело вниз, жмём G, и вот так вот вы видите, что и сзади отражается, вообще и тень появляется. Также вот можно её чуть-чуть наперёд вынести, вы видите, что сзади уже тень появилась. Или вот верхний источник света, вообще внешний вид шикарен. Вот так вот можно даже и картинку снять. Теперь нажимаем 0 на нампаде, всё это дело можно вот так вот приблизить, переключиться на модель, приблизить модель, покрутить немножко вот так вот разные ракурсы, и сделать рендер уже вот этой вот модели. Так, ну это вообще тема не эта была, ну пусть. Сгруппируем тогда две темы в одну. Ну вот надо разобраться теперь. Модель-то у нас есть. С этого я выйду. Нажимаем Delete, клуб можно удалить. Как вот сделать теперь вот этой модели, как её сохранить, да? В принципе, что показывает именно YouTube и информация в интернете. Здесь вот непонятно. Много роликов по Vertex Paint тут это, да? Но они не до конца просто показывают, как это всё раскрасывается, и на этом типа до свидания. Ну, что я могу именно по многим посмотрев много именно роликов, я так понял, что вот теперь эту текстуру, вот эту вот, на этой модели нужно запечь. Запечь её каким образом? Вот у нас есть тут ноды. Теперь нам нужно сделать Shift-D этой модели. Вот вы видите, что их стало теперь сбоку, вот здесь вот две. Одна внутри. И вот одну мы, которую дублировали. Вот сейчас она выделена. 1.0.0.1 у меня написано. Вот теперь заходим вот в эту менюшку контекст материала и удаляем именно вот эти все материалы с неё. Теперь создаём новый. Теперь вытаскиваем. Так, добавляем теперь вот здесь нод. Очень важный нод. Так, добавить. Поиск. И атрибут. Вот этот, возможно, сейчас посмотрим. Да, по-моему, он атрибут. И вот к нему теперь подсоединяемся. А вот здесь вот внизу пишем по-английски call. Название именно вот этого цвета. Почему именно call? Потому что вот здесь сейчас вот в материалах, по-моему, так, нет, вот здесь вот цвета вершин вот есть. И вот написано здесь call. Название именно вот этого цвета. Что теперь должно сделаться, да? Теперь мы заходим, открываем ещё боковую панель. Здесь мы переключаемся теперь на UV-редактор. И переключаем вот эту модель, вторую, которая включена, в режим редактирования. Теперь делаем UV-развёртку умное UV-проецирование быстрое, чтобы не заморачиваться. Ждём. И посмотрим, что сейчас всё это дело получится. Вот у нас появилась развёртка. И вот теперь нам нужно с первой модели на вторую запечь именно вот эту вот развёртку. Вот сюда вот. Получается, как это всё делается? Это делается так. Мы выделяем именно вот это, должна быть выделена, вот этот вот этот нод должен быть выделен. Теперь мы заходим, вот включена модель, мы зажимаем, нажимаем на первую модель, жмём Shift и выделяем вторую модель. И вот в этой вкладке Context Rendering должна быть вкладка запекания, Bake. В моей программе этого дела нет, но есть другой портативный, который я скачал, но при нажатии вот этой клавиши здесь пишет, что именно движок вот этот по-моему не поддерживает вот эту функцию, ну типа в этой программе эта функция не работает. Так что вот печаль очень захватывает. Хотелось бы всё это дело конечно понять до конца, но хотя бы в таком ракурсе. Если кому-то эта информация пригодилась и сэкономила время, чтобы лазить смотреть ролики бесконечно, ставьте лайк, пишите комментарии. Профессионалов прошу именно помочь с информацией, так как канал у меня именно для начинающих и ваша информация очень будет полезна для тех, кто будет смотреть ролик и читать комментарии. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok